Сегодня начинаем с печальной новости, которая прозвучала как гром среди ясного неба. После тяжелой болезни в клинике в Германии скончалась Вера Глаголева, актриса, завоевавшая искреннюю любовь миллионов зрителей. С самых первых картин на край света. Не стреляйте в белых лебедей, выйдя замуж за капитана. В нашей памяти она останется еще и как талантливый режиссер своими глубокими многогранными фильмами. Трогательная, хрупкая, с невероятно сильным характером и огромным открытым сердцем. Обрывки информации неожиданно ушла из жизни в Германии. Вера Глаголева, полсотни фильмов, и каждая роль о женщине хрупкой на вид, но сильной внутри. Товарищ прапорщик, 8-8-9. Прекрасный результат. Вы что, раньше занимались стрелковым спортом? Да нет, просто у меня настрой сегодня такой. Она и сама была такая. В 16 лет стала мастером спорта СССР по стрельбе из лука. Какая актерская карьера! Вера упорно шла к своим десяткам, попадая в мишень. Собранность, спокойствие. Они же ей пригодились на съемочной площадке Мосфильма, куда Вера попала случайно. И покорила режиссера Родиона Нахапетова своей свободой в кадре. Без образования, практики, даже опыта школьного театра. И сразу главная роль. Вот видишь, из-за тебя голодными остались. И дома ты ужасно говорил. На главную роль я долго искал актрису. Должна была быть такая девчонка, странная, душевная, преданная. Хорошая, провинциальная, так сказать, девочка. Я очень много, так сказать, делал пробы, искал, и все. Творческий союз режиссера и актрисы перерос в семейный. Ей еще не исполнилось 20, ему было за 30. Работы в кино пошли одна за другой. Она была на съемках постоянно и была занята. Нас воспитывала бабушка. Поэтому какое-то вот это тепло, которое помнится уже в таком возрасте сознательном, конечно, получали от бабушки. Всего год назад, к юбилею Веры Глаголевой, удалось заснять семейный круг. Удалось, потому что она неохотно пускала в свою жизнь журналистов. Поворотный момент. Решение уйти из актрис в режиссеры далось ей нелегко. Само собой. Вот я начала стрелять из лука. Мне это было... Мне это нравилось. Я начала сниматься в кино, мне это нравилось. И мне перестало это нравиться, я ушла в режиссуру. Шесть киноработ. Десятки наград на международных и российских кинофестивалях она получила уже в качестве режиссера. На съемочную площадку Глаголева выходила собранной, даже жесткой, очень требовательной к себе и актерам. Дочь Анна снималась в картинах мамы и страшно переживала перед каждым эпизодом. Я на самом деле очень боялась, потому что она очень строгий и требовательный человек. Человек по жизни, а режиссер и подавно. То есть я знаю, что взрослые артисты, в принципе, и вообще вся группа ее побаивались. То есть она такой, никогда не скажет, что это женщина, режиссер. То есть она может так себя подать, что ого-го. Последняя лента от режиссера Глаголевой «Две женщины». Любовный четырехугольник по пьесе Тургенева разыгрывала международная актерская команда. Она вышла в 2014-м. С тех пор Глаголева работала над новыми проектами. Буквально в мае завершили съемки картины «Глиняная яма». Тогда же появились сообщения, что Вера Глаголева попала в больницу. Якобы онкология. Но семья опровергала эту информацию. Она творила до последнего дня своей жизни. Она была настолько светлым и радостным человеком при всей своей внешней строгости. Женщина без возраста. Женщина, которая притягивала к себе. Для всех сегодняшнее известие об уходе Веры Глаголевой стало ударом. Слишком неожиданно, слишком далеко, слишком рано.